Добрый день, дорогие зрители канала Ваша Дача. Я Татьяна Башмакова. Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я покажу вам свои растишки на 12 февраля. Причем покажу не только растишки, а то, что еще и не взошло. И расскажу, постепенно буду рассказывать о некоторых тонкостях, уходе и о неприятных моментах, которые произошли в этом году и с семенами, и в процессе ухода. Вот тут с краю стоит лобелия, я вам сразу ее покажу. Первую лобелию я посеяла 30 января. Вот она вот такая вот выглядит. Это, которая более-менее редко выглядит замечательно. Лобелия белая, лобелия сапфир, она вот больше тянется. Они были в одних и тех же условиях, но здесь и густота дает ей тянуться. Первый посел все-таки я густовато посеяла. Потом я вам показывала, снимала посел 5-го числа. И я вот посеяла. Вот 5-го числа, так что 5-го числа, вот она только всходит. Сейчас ближе возьму, какая она маленькая. Вот тот же сапфир. Вот такие вот они маленькие листики. Но все, 5-го не успела посеять. Сейчас посеяла 7-го. Так подробно рассказываю, потому что часто задают вопрос, почему не всходит, какая должна быть. Это что 7-го, тот 5-й день. Вот она только прорастает. Беленькие точечки, это корешочки и первые листики появляются. Так что лобелия может сходить в течение недели. Больше всего у меня здесь, конечно, питуньи. Вот это все в основном питуньи. Все остальное. Сейчас покажу вам питуньи, которые еще маленькие. Да, вот можно с кранки начинать. Это посев 6-го числа, 6-го февраля. Вот они всходят. Еще не все взошли, только вот так вот неравномерно. И в остальных тоже. Также, ну, сортан сейчас называть не буду. В основном все питуньи, которые нормальные, ну, всходят вот так вот. И сразу хочу показать, если вот семечко или гранулка прилипла, можно вот этой же конденсатом, этим же, их аккуратненько снимать. Ну, если семечко будет старое, ну, бывает, она листики сложенными держит, ну, тогда такой способ не даст успеха. И в основном они потом не раскрываются. Такие они примерно все. Вот разные сорта, вот маленькие. Некоторых еще мало, некоторых уже много. Вот здесь вот их побольше. Я уже их немножко даже песочком подсыпала. А вот из первого посева, который был еще 25-го января. Из питунья вейв, из 12 семян, зашло всего 2 штучки. Уже который год пытаюсь посадить просто вейв. Ну, обычно не сходило ни одной, ни теперь две. Это у нас здесь стеллаж, в котором 12 часов светит лампа в фулл спектра. Здесь тепло, рядом батарея. И здесь именно маленькие сеянцы прорастают. Ну, вот я показываю, что все 6-го числа взошли. Не все. Вот у меня питунья галактика и Татьяна еще не взошли. То есть за 6 дней не обязательно все взошли, но очень много взошли. Вот некоторые уже даже побольше. Вот. И более равномерно. Но все это я подробненько буду рассказывать, когда буду вам рассказывать о питуньях. Единственное, что напоминаю, не спешите сильно снимать крышечки. А, вот еще эта питунья. Питунья тоже с 25-го числа. Вот она настолько неравномерно росла. Вот эти малыши всходили позже и до сих пор маленькие. Ей бы давно снять крышечку, а приходится крышечку держать, потому что они еще такие малыши. Здесь у меня растет глоксинья. К сожалению, вот три сорта, даже четыре взошло, а остальные вообще не взошли. Даже грунт отсюда забирала. Вот. Ну, буду ее скоро рассаживать. Тоже покажу. А, вот забыла показать. Калиброшка у меня тут растет. Вот одна дождь, что-то завалилось. Калиброшка у меня было два цвета. Желтый и белый. Ну, белый вообще ни единой не взошло. Видно, семена были старые, так срок годности не был написан на расфасовке. А желтеньких из 10-8 штучек растет. Здесь уже питуньи получше. То есть 25-го числа, а вот они выглядят крупненькими. Ну, все это еще зависит и от сорта. Ну, вот такие вот они замечательные пропеллеры. А вот это тоже так даже в один день посеянные. Ну, вот часть растет так, часть растет так. Ну, может быть и сорт влиять. Ну, может и свежесть семян. Тут мы сильно не угадаем. Здесь у меня под стеклом по-прежнему растет питунья изи-вэйб. Вот она всходила тоже неравномерно, но это очень классная ампельная питунья. И я ее так под стеклом и оставила. Специально сажала ее в кассеты, чтобы было легче пикировать. И вот видите, какие еще есть малыши. Я думала, вообще всхожести не будет. Ну, они практически все. Один сорт вообще 100% взошел. Во втором почти все взошли благодаря стеклышку. И у них все хорошо. Вот покажу вам отрицательный момент. Вот так растут тоже с 25-го посаженной питуньи, когда семена уже четвертый год. Вот видите, это суперкаскадная. В прошлом году она была красавицей у меня. Ну, семена были, видимо, старенькие. На оптовой капсуле не было даты. И вот так она растет. Вот такую питунью стоит подкармливать прямо вот здесь, до пикировки. Все остальные питуньи, которые растут нормально, я никогда не подкармливаю до пикировки. А эту буду подкармливать здесь, во взоре по питуньям. Буду все с вами подробненько рассматривать. Эти питуньи надо пикировать, причем уже срочно. Они уже требуют пикировки. Обычно я до такого большого не додерживаю. Но в этом году посеяли раньше. Здесь у меня еще только бассейны, колокольчики. Вот часто спрашивают, куда их ставить. Ну, колокольчик, он же поверхностно бассейн. Лучше пускай сразу стоит на свету, чтобы потом не пропустить. Сейчас я вам покажу второй стеллаж, который на окне. Там у меня тоже много растений. Ну, а тут немножечко покажу колеусов. Колеусы, вот они начинают сходить. Вот такие маленькие точечки. Здесь не только всходят. Там они уже взошли. Были тепле. Айки я только поставила в тепло. И они буквально на второй день стали всходить. Здесь у меня несколько ванночек стоят с разными растениями. В данном случае сельдерей. Президент и диамант. Это обработанные семена. И я решила их по ткань посадить, как я обычно сажаю необработанные. И пока вот с 7 числа никакого результата. Семена, которые необработанные, обычно прорастают на пятый день. Ну, будем ждать. Буду смотреть, наблюдать. Посадила я дельфиниуму и розу. Розу мне попросили вырастить уже после обзора семян. То есть, сертифицировать ее было некогда. Но тут тоже пока ничего, никаких признаков жизни нет. Роза вообще плохо всходит. Семена пришли по интернету. Срок годности тоже. Ну, не просроченный. Но для розы, можно сказать, это просроченный, когда остается один год. Вот еще один стеллаж. Здесь тоже питунки, которые подросли. Их уже большие. И та же бедная, несчастная, супер каскадная. Здесь похолоднее. Я думала, она может здесь стать более коренастой. Она здесь вообще в прохладе не растет. Надо подкармливать старые семена. Вот питунья Браво. Посаженная тоже, которая в январе со всеми. Нормально, хорошо развивается. Это у меня виолы. Отдельно по виолам я подробненько сняла видео. Это вербены. Вербены вот разные. Больше всего было синий. Вербенка у меня немножко подтянулась. Поначалу она была у меня в большом тепле. Когда заметила, переставила, но синяя уже успела вытянуться. Гранатовая звезда такая. Коренастенькая, хорошенькая. Пытается уже листики пускать. Румба. Семян было меньше. Где было меньше семян, там и меньше всхожесть. Всхожесть, конечно, не полная. А вот ампельная. Непонятно, что ей не понравилось. Она взошла с одной стороны. Хотя я равномерно распределяла семена. Это стеллаж на окне. И здесь 6 часов горит лампа бекалор. Все остальное как бы цвета. То есть тут цвета меньше получается в общей сложности. Потому что день короче. Вернее, световой день здесь короче. Потому что все-таки бекалор только в дневное время горит. Здесь у меня растут газани, которые уже просятся в пикировке. Выросли хорошо в этом году под искусственным освещением. Они у меня выросли именно под светодиодными лампами гораздо сильнее и крепче, чем обычно. Колиусы. Колиусы вот они такие маленькие. Они так медленно развиваются. Посажены они 15 января. Но так колиусы и растут. Вот петуния 4 февраля посаженная. Та, которая постепенно только всходит. Вот это нормальное развитие петунии с 4 февраля. То есть она так и должна быть. Вначале маленькая, то и которая хорошее развитие. Есть у меня здесь цинерария. Ну, цинерария я новую цинерарию посадила. Скоро сниму обзор. Как не надо садить цинерарию. И как надо. Вот у меня две плошечки с цинерарией. Есть у меня к ним много вопросов. А здесь колиусы от 7 февраля. Вот от 7 февраля колиусы. Такие малыши стоят еще под стеклышками. Потихонечку подрастают. И лук. Посадила я лук. Мексибишин. Лук с 30 января очень плохо как-то взошел. Очень редко. Я посадила следующую пачечку. Этот, мне кажется, немножко лучше сходит. Это в феврале. Уже 5 февраля или 6 февраля. Сейчас не буду доставать точно говорить. Это тоже эксибишин. А это два лоточка лука красного. Цепелин красный. Ну, немножечко. Но это только первые дужки появляются. Посмотрим, как он будет расти дальше. Ну, вот, в принципе, и все. На 12 февраля в этом году у меня посадки очень ранние. Раньше, чем обычных. Поэтому буду раньше показывать все и пикировки, и все. Оставайтесь нашим каналом. И продолжим это все выращивать. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok